Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, а я Покемон Юмичу. Ставь скорее нам лайк на это видео, если тоже любишь челленджи. А я Миша, Миша лайк. Ставь лайк. А я Эйвон, привет. А я Софи, и знаешь чё, если хочешь вот тут вот появиться, как эти ребята, обязательно напиши нам комментарий больше четырёх слов. И очень-очень важно, чтобы ты сделал вот там внизу красную кнопочку подписаться серой. Наша мечта 2 миллиона. И до неё нам осталось совсем чуть-чуть. Помоги ли сбыться нашей мечте, пожалуйста. А мы продолжаем нашу распаковку огромного количества слаймов. Но делаем теперь это в виде разных челленджей. И сегодня у нас будет телепатия слайм челлендж. Мы собираем из всех слаймов лизун гигант, с которым потом будем экспериментировать. Он уже просто огромный. Я предлагаю проводить телепатия слайм челлендж. Мы все вчетвером против Кисы Алисы. Отличная идея, Юми. Насколько мы сможем телепатически отгадать, что она выбрала? Эй, Кисы Алиса, а чё это ты за аниным компом делаешь? Отстань, покемон, я хочу поучаствовать в колесе фортуны. На Пэтшоп.ру в честь российского дня кошек. Только что-то я его найти не могу. Так, и как все тут работает? А, так ты про то колесо фортуны с призами, про которое Аня сегодня в видео на нашем канале Magic Family говорила? Да, про него. Она сказала, что нужно колесо фортуны крутить и призы выигрывать. Потому что сегодня кошачий праздник. И я хочу подарки выиграть, но нигде не вижу колесо фортуны. Эй, Алис, ну что еще? Так Аня же сказала, что оно появится в час дня первого марта. А еще не час дня. Чё, чё тебе осталось? Ты когда крутить будешь, нам тоже какие-нибудь подарки выиграть, ладно? О, мне тут консультант написала. Сейчас у нее-то я спрошу. Здрасте, когда колесо фортуны будет? А, вы это видели? Видели, как она написала? А я говорила, что детям в школу надо ходить, чтобы так не позориться. А, а чё, а чё не так? Слово колесо неправильно написано. Так, похоже вы были правы. Колесо фортуны появится сегодня в час дня. А завтра, 2 марта, в час дня закончится. Можно выиграть скидки на подарки для котиков, бонусы и подарочные сертификаты. А, для пёсиков точно ничего выиграть нельзя. Может и можно, но сегодня мой праздник. Пойду испытывать удачу, крутить колесо и подарки выбирать. Ладно. О, а давайте, чтобы наши зрители тоже могли сделать своим котикам подарки в честь праздника и попытать удачу вместе со своим котиком, оставим в описании к этому видео ссылку на колесо фортуны. Точняк, крутая идея, обязательно покрутите колесо. Пойду планшет найду, я тоже покрутить хочу. Итак, правила нашего челленджа. Киса Алиса из пяти попыток выбирает 5 слаймов. Мы этого не видим и должны телепатически тоже из пяти своих попыток выбрать тоже 5 слаймов. Жалко только, что это наш последний челлендж с Алисой, потому что она переезжает в другой дом. У меня больше не будет такого друга. А, Юми. Чего? Я о чём-то не знаю. Надо было слайм гигант закрыть, а то же он засохнет. Так, что там с правилами? Нашими. Киса Алиса, вот пережите другим хозяевам, мы не сможем больше играть. Вы просто ролик на Magic Family не видели. Так, Юмичок, давай не будем разводить лишнюю панику. И вообще, это тема другого видео. Аня всё объяснила на канале Magic Family. Она там всё подробно рассказала. И ты давай возьми себя в лапы, всё хорошо будет. А ребята ролик сами посмотрят. Ну ладно. Итак, в нашем челлендже участвуют желтые, розовые, голубые, зелёные и сиреневые слаймы, потому что это наши с вами цвета. У Киса Алисы 5 попыток. Каждый раз она будет выбирать из 5 слаймов розового, жёлтого, зелёного, голубого или сиреневого. И у нас тоже 5 попыток. И мы тоже каждый раз будем выбирать из 5 слаймов таких же цветов. Но мы не видим, какие слаймы выбирает Киса Алиса. И у неё в итоге получится свой лизун. А мы должны телепатически угадывать. И стараться выбрать слаймы так, чтобы из выбранных нами 5 слаймов получился примерно такой же лизун по размеру, структуре и цвету, как у Киса Алисы. Не знаю вообще, возможно ли это телепатически. Значит, в честь праздника сегодня я главная. И чё мне за это будет? Ну, ты всё равно получишь приз, какой бы лизун у тебя не получился. А вот ребята в другой комнате выигрывают и получат призы. Только если им удастся правильно отгадывать, и их лизун реально будет похож на твой. Ну что ж, ты, как я поняла, начала свой выбор со своего любимого цвета, сиреневого. Лизунчик в хорошем состоянии, хрустит, красивенький, яркий. По-моему, отличное начало. Итак, ребятки, настало ваше время выбирать. Я уже показал, мы берём первым зелёный. То есть вы думаете, что Киса Алиса выбрала зелёный? Ну, нам так кажется. Хорошо, как скажете. В любом случае у вас есть 5 попыток. И главное, это то, что получится в конце. Так что вполне возможно, что при смешении цветов у вас будут одинаковые слаймы. А может быть и нет. Юми, не лежи лизун. А пусть ребята в комментариях вот там напишут, как они думают, получится у нас телепатически создать такой же лизун или нет. Выиграем мы или проиграем? Юми, я говорю, не лежи лизун. В общем, у вас лизунчик небольшой, с пенопластинками. В принципе, неплохо тянется, сильно к рукам не прилипает. Нет, хорошенький слаймик. Это ваше начало. Ну что, не отгадали? Не скажу. Ладно, теперь я возьму вот этот прозрачно-зелёный. Давай добавим. Странный, конечно, выбор Киса Алиса для сиреневого матового слайма. Взять прозрачный, ещё и такой тёмно-зелёный. Ну, посмотрим, что у тебя из этого получится. Кажется, он яблоком пахнет. Ага, давай посмотрим. Он практически как будто бы чёрный. Но когда его начинаешь растягивать, видно, что он зелёненький, он полупрозрачный, в отличном состоянии, чуть поменьше размером. Зато из него образуется такая плёночка. Что же будет, если мы их смешаем? У меня только один вариант, что, скорее всего, слайм станет более мрачным. А ты как думаешь? А я думаю, что мой любимый сиреневый цвет просто поглотит этот болотный. И ты знаешь, кажется, ты права, цвет лизуна не сильно-то уж изменился, только он стал больше растягиваться в тонкую плёнку, а в целом ничего не поменялось. Я же говорю. А ну скажи, какого цвета лизуна у Алисы? Я не буду вам подсказывать, это же телепатия слайм челлендж. Так что выбирайте, угадывайте. Знаете чё, давайте возьмём жёлтый. Юмичу лучшая подруга Киса Алисы, а Юмин цвет жёлтый, возможно, что Киса Алиса выбрала его. Это была вторая попытка. Давайте посмотрим и добавим его в ваш слайм. Вторая попытка, то есть у нас осталось всего три. Ну намекни хотя бы, а. Нет, Эйвен, так будет нечестно, мы же проверяем, насколько вы телепаты. Или насколько хорошо мы знаем Кису Алису. Ух ты, как он пахнет. Чувствуете, чувствуете, чем он пахнет? Лимоном, лимоном воняет. Не воняет, а пахнет Юмичу и не лимоном, а чем-то цитрусовым. Ой-ой-ой, вот опять начинается занудство. Эй-эй-эй, ребят, только не начинайте вот ругаться и спорить опять. Лучше сосредоточьтесь на телепатии, а слаймик вообще очень прикольный, классно тянется. Миленький, практически не хрустит и зато намного больше, чем ваш предыдущий. Так что ваш слайм увеличивается в размере, а если смешать вот этот желтый с зеленым, получается очень красивый цвет. А в итоге, наверное, получится салатовый, мой любимый цвет. Кстати, да, в этом челлендже мы очень хорошо изучим смешение цветов. Желтый и зеленый дают салатовый. Киса Алиса там в другой комнате тоже экспериментирует с сочетаниями. Короче, из цитрусового лимончика мы сделали яблочко. Ага, и мне даже больше это нравится, чем те по отдельности. Итак, киса Алиса, твой третий выбор. Сиреневый, желтый, зеленый, голубой или розовый. А у них-то получается угадывать, а? Ну и это же челлендж телепатия, я не могу тебе рассказывать, давай лучше выбирай. Так, ну сиреневый свой цвет я уже брала, зеленый мишен цвет брала, давай знаешь какой попробуем. Я ж совсем забыла про Юмичу, ее любимый цвет желтый. Давай его попробуем. Вот эту вот, да, баночку с желтеньким самодельным слаймом? Эээ, ну я ж уже сказала, зачем переспрашивать? Ладно, ладно, извини Алис, сегодня твой праздник, я даже не буду ворчать на тебя за то, что ты мне грубишь. Просто не понимаю, зачем переспрашивать все время. Ну, знаешь, это так на Ютубе принято, это же типа челлендж такой, надо переспросить, ты уверена, ты точно думаешь, что это? Это у них надо переспрашивать, уверены они или нет, но я же догадываю. Ну, наверное, ты права, желтый вот этот слаймик не очень хорошо тянется, наверное, он все-таки слегка подсох. А еще он оказывается не однотонно желтый, в нем встречается какая-то оранжевая полосочка. Ну, и какие твои мысли, если смешать желтый слайм с фиолетовым? Почему-то мне кажется, что опять ничего не изменится. То есть ты думаешь, вот этот вот сиреневый цвет полностью поглотил темно-зеленый и сейчас полностью поглотит ярко-желтый? Думаю, что так и будет. Ну, это меня, конечно, очень сильно удивляет, но ты действительно права, желтого и зеленого цвета, которые мы туда добавили, их практически нет. И слайм почти что не изменил свой цвет, только он стал больше и более тянучим, а еще очень хрустящим. А вот это классно, хрустяшки мне нравятся. Мне тоже нравятся хрустяшки, но результат меня просто поражает. Как так? Ну, вот сейчас при долгом замешивании слайм стал, ну, может быть, чуть более бледный, что ли, не такой темный, но это просто удивительно, как он поглощает в себя любые цвета. Интересно, что там у ребят? Пупсики, голубой, зеленый, розовый, сиреневый или желтый? На что в этот раз падет ваш выбор? Как вы думаете, что получается там у киса Алисы? Что вам подсказывает ваши телепатические способности? Давайте теперь я попробую розовый, давай розовый возьмем, вот розовый, вот этот вот бледно-бледно-розовый, большой, красивый, давай его добавим и посмотрим, что получается. Юми, нам надо не смотреть, что получается, а угадывать, что получается у киса Алисы. А, она нас совсем не жалеет и подсказок не дает. Ребят, ну я же говорю, это будет не честно, если я вам буду подсказывать, я же кисе Алисе не говорю, что получается у вас. Ладно, помогу вам немножко, сделаю вам одну малюсенькую подсказочку. У нее цвет очень сильно отличается от вашего, вот прям совсем кардинально. Не знаю, конечно, что сейчас получится после того, как мы вот этот вот розовый, большой, красивый слайм, похожий на баблган, на классную жвачную резинку, кстати, и пахнет он жвачкой, по-моему. Добавим вашу салатовую яблочную красоту, о, как прикольно, как прикольно вот это первоначальное сочетание, но мне кажется, когда мы все это смешаем, получится просто кашемалашный цвет. Интересно, а у любого цвета есть название? Хм, прикольный вопрос, София, я не знаю, может быть есть название в виде сочетания цветов, вряд ли. С каждому цвету можно дать название, их же слишком много. И смешение этих цветов, как я и говорила, превратило ваш слайм в нечто непонятное. Четвертый тур четвертой слаймки с Алиса. Как обычно, пять слаймов, пять разных цветов. Так, это еще не конец, и, пожалуй, я пока что продолжу свою традицию и выберу цвет, который я еще не брала. Я сейчас сомневаюсь между розовым и голубым. Да, именно их ты еще и не брала, розовый все-таки или голубой, давай решай. Давай голубой. Думаешь, это как-то изменит сиреневый цвет твоего слайма? Почему-то мне кажется, что нет. А с чего ты взяла, что я хочу, чтобы цвет поменялся? А, прости, да ни с чего, я просто думала, что так будет интереснее, если цвет будет меняться. А то, если ты просто хотела сиреневый слайм, ты могла все время выбирать сиреневые цвета. Кажется, слаймик голубенький оказался слегка липковатым. Я сейчас его вот так вот аккуратненько прилеплю к твоему лизуну, чтобы особо пальцы в нем не замарать, а потом уже начну смешивать. Это, кстати, хорошо, потому что у тебя лизун был такой плотненький, и сейчас, когда мы добавим в него что-то такое прям липкое, мне кажется, он станет еще более тянучим. А по поводу цвета я вообще-то хотела экспериментировать. Я думала, что смешивая цвета будет что-то радужное, и я не знала, что сиреневый всех победит. Алис, ты надо мной издеваешься, да? Ты хочешь меня запутать? Так все-таки ты хотела смешивать разные цвета и экспериментировать или нет? Я тебя не понимаю. А, ну ты поаккуратнее. Ладно, ладно, прости, я случайно просто он теперь такой тянучий оказался. Ну, что я могу сказать, он стал больше размером, и добавив в него вот этот ярко-голубой, слайм стал менее сиреневый, менее фиолетовый, он стал такой более бледненький, мне даже этот цвет больше импонирует. Импо-чо? Импонирует, то есть нравится. А, понятно, импонирует, ну тогда мне тоже импонирует. Ребят, будьте внимательны, включите свою телепатию, потому что это четвертая попытка, предпоследняя. Почему мне кажется, что ты намекаешь, что у нас что-то не получается? Не-не-не, я ни на что не намекаю, кто выбирает? Миш, давай попробуй. Я чувствую, что нужно взять синий, голубой, вот так чувствуется мне. Я думаю, ребята сейчас, которые смотрят это видео, поймут мое удивление. В смысле, это что значит, что Миша правильно догадала, что Киса Алиса только что тоже голубой выбирала, да? Точно, Аня на это намекает, что правильный выбор ты сделала, Миш. Но тут, ребятки, в этом челлендже проблема еще и в том, что недостаточно одного правильного выбора. Вы все пять раз должны были выбирать примерно одинаково, потому что слайм должен быть по размеру похож, по структуре похож, по цвету очень похож. Точное отличие вашего слайма от Алискинова я уж вам ладно скажу. У нее в Лизуне пока что нет вообще ни грамма пенопласта, а у вас уже не первый слайм с пенопластиком. И мне кажется, что это может повлиять на его структуру, но не буду у вас убеждать, мало ли, может быть, я в чем-то не понимаю. Может быть, у вас получится похожий слайм. Вот сейчас ваш непонятный цвет замешиваем с этим синеньким, который вы выбрали. Да, Ань, ты, чтобы все правильно получалось, хорошенько перемешивай. Да я хорошо, хорошо перемешиваю, но, если честно, я почему-то думала, что синий все-таки перебьет этот светлый цвет, но пока нет. Получается какая-то серая масса все-таки. Да, неожиданно. То есть что, это не похоже на то, что у Киса Алисы, да? Или что? Да уж, цвет, конечно, какой-то дурацкий. Все, с меня больше никаких подсказок, у вас останется последняя попытка. Ну что, Киса Алиса, пятый выбор из пяти слаймов тех же самых цветов. По твоей традиции, если учитывать, что ты каждый раз выбирала разные цвета, то сейчас ты как бы должна взять розовый. Ну, может быть, и не так будет. Скажу тебе тоже по секрету, что слайм, ребят, пока что сильно отличается от твоего. Я, пожалуй, еще раз выбираю покемоновский цвет желтый. Желтый? То есть ты изменила своему правилу? Да, желтый. А скажи, почему, если не секрет, просто интересно, почему ты в этот раз по-другому решила поступить? Мне не нравится, что слайм полностью сиреневый. И ты правда думаешь, что вот этот вот ярко-желтый небольшой лизунчик, кстати, это не совсем лизунчик, похоже воздушный пластилин. Ай-яй-яй, ты что пугаешь-то? Видишь, он держится в одной и той же форме, с ним ничего не происходит. Ты правда думаешь, что он что-то изменит? Ну, я надеюсь. Надо попробовать. Надежда умирает последней. Окей. Итак, слайм это или не слайм, эта штука прикольно растягивается. Мне очень нравится, как эти штуки тянутся. Потому что некоторые писали в комментариях, что это баттерслайм, но я не могу поверить, что это вообще можно слаймом назвать. Короче, сейчас посмотрим, как изменится твой лизун при смешивании с этой штукой. Пока я смешиваю, ты давай-ка вспоминай, что там будет, если смешать фиолетовый с желтым. Какой цвет получится? Слушай, кажется, я сейчас поняла свою ошибку. Походу, если смешать фиолетовый с желтым, получится зеленый. Ну, я пока не знаю, слаймы это неожиданная штука, но по сути, по науке цветов, да, да, должно получиться что-то такое зеленоватое. Вот тупость, я не хотела зеленый слайм в итоге. Ну уж извини, что получила, то получила. Это были все твои выборы, ты сама выбирала. Могла выбирать другое и получить другое, а так, да, это даже не совсем зеленый, это такой болотный, мутно-зеленый цвет. Слушай, мне не нравится то, что получилось вообще, вообще не нравится, а можно переделать? Не, Алис, ну как переделать-то? Ребята же тоже уже сделали 4 попытки, у них последняя, они должны сделать так, чтобы их слайм был похож на твой. Им все заново начинать? Ну и ладно. В любом случае, спасибо тебе за участие в Телепатия Челлендж, ты молодец, поздравляю тебя с днем, кошек российским, за участие, как я и обещала, тебе вкусняшечка, поздравляю. Иди их проверю уже. Ну что ж, ребята, киса Алиса закончила, и у вас осталась последняя, пятая попытка, включите все свои телепатические способности. Мы уже берем синий-синий, мы решили, мы синий берем. Второй раз синий, вы же в прошлый раз, по-моему, синий брали. Ну, мы вот так вот решили, да. Окей, я не знаю, что будет. Учитывая то, что у вас получилось до этого, у вас был шанс приблизиться к итоговому слайму кисы Алисы. А сейчас вот с этим лизуном, который такой ярко-синий опять, с какими-то штуками. Это даже не пенопластинки, это какие-то пластиковые прозрачные икринки в нем. Слаймик небольшой, то есть сильно он ваш цвет не изменит. В нем очень много блесток, он глянцевый, аниматовый, хрустит неплохо, растягивается. Ну, давайте добавим его к вашему лизунчику и замешаем их. Посмотрим, приблизились ли вы к кисеному Алисиному лизуну или нет. Я, если честно, до сих пор не понимаю, потому что не знаю, что получится в итоге. Но по размеру и структуре мы хотя бы похожи, с ней сделали выбор. Ну, во-первых, у кисы Алисы вообще нет никаких пупырок в слайме, то есть всяких добавок, пенопласта и так далее. Но по размеру ваши лизуны точно очень похожи. Надо будет сравнить прям вблизи их, рядом. А вот сейчас, замешивая его в конце по цвету, ваш все-таки похож на бетон. Ну, 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 покажи, покажи, что у кисы Алисы-то. Вот так выглядит лизун кисы Алисы. Да ладно, болото, что ли? Юмичу. Ну да, киса Алиса сама, если честно, не ожидала, что у нее получится такой цвет. Но, в общем-то, если сравнивать ваши слаймы, мне кажется, из одной семьи. Они, во-первых, похожи по размеру, по структуре ваш более мягкий и липучий, ее более плотный. Но в цветовой гамме они все-таки близки друг к другу, согласитесь, да? Зеленый такой, бледно-грязный и какой-то грязно-серо-голубо-серый. Не знаю, какой у вас. По сути, могли получиться совсем разные лизуны, а вы все-таки где-то, видимо, применили телепатию и у вас слаймы похожи. Но это мое мнение, не знаю, как, пусть ребята в комментариях напишут, как они считают, похожи они или все-таки совсем разные Поэтому я думаю, что призов вы все-таки заслуживаете А наш гигант увеличится еще на пару килограмм Да уж, это точно, и скоро распаковка совсем закончится, и похоже мы наконец-то начнем дикие эксперименты с этим монстром А вот ваши призовые колечки А ребята пусть сейчас идут и смотрят ролик на Маджи Камали Да, там важные факты про кису Алису, а мы скоро с вами увидимся опять